В чем же секрет богатых и успешных людей? Что такого они знают из того, что не знаем мы? Мне иногда кажется, что когда я общаюсь с любыми людьми, они всегда отвечают на любой мой рассказ. Да, я это знаю. О чем бы мы ни говорили, стоит нам затронуть тему маркетинга, как продвигаться, стоит нам затронуть тему развития бизнеса, стоит нам затронуть тему развития мышления. Вроде бы все знают о том, что нужно мыслить позитивно, что наши слова имеют прямое значение, что наши мысли отражают нашу реальность. Все это понимают. Я часто слышу, как люди говорят, «Ой, да, точно, нельзя так говорить, я это помню, я это знаю». Да, Оль, я знаю, конечно, что классно вести дневник благодарности, например, что здорово концентрироваться на своих целях, что прекрасно двигаться по направлению к ним. Я знаю, что для того, чтобы я мог чего-то достичь, мне необходимо предпринимать конкретные шаги. И даже знаю о том, что классно, когда я не просто пишу списки целей, например, на год, а беру и расписываю свои цели, например, по месяцу, по неделе, по дню. И тем не менее, я регулярно слышу вопрос, «Ну как тебе удается вот так двигаться? Ну как? Год только начался, от ужина снимала кучу видео, у тебя такая активность, и ты продаешь свои консультации, у тебя стоит очередь на твои марафоны. Как же это происходит? В чем же феномен? Наверное, феномен в том, что у тебя очень большая команда. Вам же интересен наверняка вот этот феномен, когда люди говорят, «Я продал на 10 миллионов, я там продал». И вы думаете, «Как эти люди это делают? Я тут ничего не успеваю». Ну, расскажу вам секрет, что у таких людей есть большие команды, и вот эта стоимость всего, на что люди продают, это работа большой команды, у которой и траты, собственно, не меньше. Поэтому, когда вы на них смотрите и думаете, как они зарабатывают такие деньги, вы должны понимать, что цифры вам показывают огромные, а огромные траты не показывают. И тем не менее, двигается команда, и у многих людей складывается впечатление, что причина моих неудач в том, что у меня нет такой большой команды, а команды нет, потому что нет денег. И вот на каждый абсолютно момент у людей есть оправдание. Ну, сейчас не та работа, сейчас не то время. Но, в принципе, я понимаю и знаю, что нужно делать. Но вот вопрос остается актуальным. Что же ты, Оля, такого делаешь? Как же у тебя это так получается? Откуда в тебе столько силы? Откуда в тебе столько энергии? Я начинаю опять рассказывать. Ну, смотрите, что такое энергия? У каждого человека абсолютно есть такой себе резервуар, бутылочка такая, в которой мы стоим. И у нас одинаковые эти бутылочки у каждого. Но в зависимости от того, каким образом мы привыкаем использовать эти бутылочки, мы по-разному можем получать результат. Например, я использую свою энергию для того, чтобы идти к своим целям, для того, чтобы записывать видео, для того, чтобы работать, для того, чтобы кайфовать, для того, чтобы ставить цели. А кто-то, например, использует эту энергию для того, чтобы смотреть новости, для того, чтобы обсуждать и пытаться повлиять на то, на что повлиять нельзя. Сидя, например, дома, за кухней и кого-то там перемывая кости или рассказывая о том, как неправильно устроен мир. Мы с вами, как и в жизни, имея 24 часа, все имеем одинаковый ресурс, но расходуя этот ресурс по-разному, мы, безусловно, получаем разные результаты, потому что, когда я, например, расходую свою энергию, энергично, у меня есть результаты, у меня есть деньги, конечно же, у меня появляется еще больше сил. А когда вы просто расходуете свою бутылку, знаете, как стечлю, на то, что что-то не так, что-то не нравится, что-то болит, что-то не хочется, энергия утекает, а откуда ей приходить, если результат вы никакой не получаете? Но это все слова. Какой же этот главный секрет? А я вам на самом деле его только что рассказала. Итак, давайте с вами сегодня обратимся к нашей волшебной доске, с помощью которой я расскажу вам тот самый секрет. Дело в том, что большинство людей, давайте вот эту группу людей возьмем, таких, хо-хо, хо-хо, мои любимые смайлики, Джон, Джулия, Эрус, Эрус, это будет у нас Фил и просто черт какой-то. Они у нас очень классные такие типы, любят жизнь и все такое. И они, кстати, все знают. Джулия проходила, например, все тренинги, как изменить свою жизнь. Она просто знает все. Вы можете задать ей любой вопрос, она вам ответит на него лучше, чем я. Вот эта подруга у нас, она у нас знает все про маркетинг, вот она изучила все курсы, она знает, как правильно рекламировать, запускать, делать. Тут у нас Джон, он по стартапам, он, может, знает все про стартапы, он всему научился, он прочитал все книги, посмотрел все фильмы. Этот дружбан у нас Фил, он у нас прекрасно разбирается в социал-медиа, пиар-групп. Короче, эта тема ему очень интересна. И наш просто черт, он у нас классно умеет продавать. Ну, точнее, он ходил на курсы, он все читал, он знает и прекрасно анализирует других людей, которые совершают продажи. Все они каждый день встречаются для того, чтобы поделиться своими знаниями, для того, чтобы разобрать кейсы разных успешных людей, друзей, которые у них в Инстаграме, для того, чтобы палить на них свои какашечки, рассказать, что они делают неправильно, как неправильно думают. И при этом у всех у них заработок в месяц у каждого 300 баксов. 300 баксов – это их цена, это их факт, это их жизнь. Они обожают обсуждать тех, кто зарабатывают 30 тысяч и больше, но при этом все. У них есть легкое недопонимание несправедливости жизни. Типа, почему? Почему, если все хуже, чем они? Сто процентов они все хуже, они в этом уверены. Почему они зарабатывают 30, а мы зарабатываем 300? Мир несправедлив. Я вам хочу рассказать тот самый секрет. И я знаю, что вы сейчас, скорее всего, снова повторите эту фразу. А-а-а! Точно! Я знаю! Я тоже знаю! Да, я тоже знаю! Так, я тоже знаю! Все знают! И в этом ваша главная беда. Дело в том, что люди знающие и люди делающие – это две разные группы людей. Что бы вы не знали, как бы вы досконально не владели какой-либо информацией, ни хрена это не изменит вашей жизни. Как бы вы не умничались, сидя на диване. Как бы вместо того, чтобы смотреть, слушать видео, вы не говорили – что ты наперла на себя? И не буду на тебя смотреть, потому что на тебе топ. Ты не так выглядишь! Ты не так говоришь! Да, люди любят обсуждать все, что угодно. Свои знания в стиле. Свои знания в бизнесе. Свое представление о мире. Свои восемь образований. Что ты, деточка, можешь знать? Три высших образования. НГИВО, ХУВО и СУМО. Красный диплом. Жизнь морала не сложилась. Но это мир. И философские рассуждения с трубкой, напиханной дешевым табаком. В квартире умершей бабушки элита, называют себя такие люди, элита – высшее общество. Я сейчас ни в коем случае не хочу задевать элиту или высшее общество. Но я хочу сказать каждому, что вы на самом деле можете быть очень умным человеком. Вы на самом деле можете быть круче, чем любая ходячая энциклопедия или, возможно, гугл. Вы можете знать очень многое и даже понимать, чувствовать, все, что угодно. Но главный секрет богатых, успешных и даже счастливых людей – в том, что они переходят из того самого порога от знания к действию. Действие – это то, что убивает страх. Действие – это то, что лишает вас зловония и злословия. Когда вы начинаете действовать, вам просто некогда сидеть и испорожняться в сторону других людей. У вас не возникает этого желания. И тут же я хочу сделать такую помарочку и ремарочку как раз для вот этой кафедры людей, которые считают, что вот эти люди будут над ними смеяться, потрунивать в тот момент, когда вы начнете совершать свои первые шаги, и у вас что-то будет не получаться. Для многих это безумный барьер, который невозможно пройти, потому что страх, что эти будут смеяться, мол, ха-ха, что вы там, пытаетесь к нашей тридцатке, пытаетесь к нам, эй, вы, недотепы, сидите со своими трехстами. Это сдерживает и провоцирует, уж простите, вот это извержение, недержание стула, да, в эту сторону, как защита. Так вот я вам хочу сказать, что те, кто зарабатывает вот эти тридцать, триста, три миллиона, увлечены исключительно собственным развитием. Их ничего, кроме развития, по факту не интересует, потому что жизнь – это про развитие, это про динамику. А вы вместо того, чтобы это понять, вместо того, чтобы двигаться и наслаждаться, включаете в себе защитную оборону, ввиду того, что вы интеллигенты, ввиду того, что вы не хотите быть такими, как они. Действуйте, друзья, и переходите из диванных критиков, из клуба знатоков обо всем в людей, которые начинают совершать шаги. Да, вы будете спотыкаться, да, у вас могут быть неудачные дубли в жизни, чем бы вы ни занимались, но вы будете расти, и вы будете наполняться энергией, и что-то у вас обязательно начнет получаться. И вы почувствуете этот вкус и драйв. Знать и делать – это две огромные разницы. Одна моя подруга мне сказала, зачем мне идти к тебе на рерайтер жизни? Я говорю, ну смотри, ты напишешь книгу о жизни своей мечты, ты визуализируешь, структурировано продумаешь и направишь свой мозг, куда ты вообще хочешь идти, ведь ты никогда об этом не думала. Ты узнаешь об устройстве нашей Вселенной в контексте мышления, как ты можешь управлять процессами. Она говорит, так я это все знаю. Ты меня лучше научи, как мне не пугаться от всех счетов, которые мне приходят. Ты меня лучше научи, как мне машину у тебя купить. Ты меня лучше научи, как мне жить в такой квартире, как у тебя. Я говорю, так я именно это и хочу показать тебе, как сделать. Она говорит, ну я же это знаю. Что нового ты мне расскажешь? Ты мне лучше купи квартиру, машину дай, и тогда я буду хорошо жить. А эти твои тренинги шарлатанство. Вот этот обман мозга, что это разные вещи, что я все знаю, но почему-то в жизни у меня что-то не так. Это огромная воронка, кратер, в который вы попадаете, вместо того, чтобы понять, знание – это не залог успеха. Вопросы в действии – это как раз ответ на вопрос, почему, например, богатые люди берут себе наставников. Потому что нужно действовать на каждом уровне. Потому что действие и рост – это не только про то, чтобы хватало денег. Как часто говорят обычные люди, зачем ему еще деньги? Это не про деньги. Успешный человек – это человек, который привык находиться в движении, привык расти и развиваться. Ему нравится это состояние. И он все время находит людей, с которыми он может идти дальше, дальше и дальше. Чтобы вы не знали про себя, про мир, про деньги, про богатство. Это ничего не поменяет в вашей жизни, пока вы не начнете применять эти знания. Берите, ищите и хватайтесь за людей, которые готовы вас в этом провести. Которые готовы стать вашими наставниками, тренерами, коучами, друзьями. Кем угодно, с кем вы будете проходить это вместе и начнете наконец-то развиваться. Потому что жизнь – это про развитие. Это даже не про покупку собственной машины или квартиры. Это про то, какими вы становитесь в процессе этих изменений. Потому что процесс изменений людей, сидящих на диване и знающих про все – это достаточно грустная картина. Я очень надеюсь, что это видео побудит вас конкретным действиям наконец-то. Не к серии «Да знаю, ничего не услышала», а к серии «Оля, спасибо!» Я встаю с дивана и начинаю наконец-то делать то, что хотел. Запишусь на курс, пойду на тренинг, запишусь на тренировку, уволюсь с работы, пропишу план. Найдите себе того человека или людей, с которым вы будете двигаться вместе, которые станут для вас мощной командой. Не зря бизнесы развиваются в команде. Не зря люди ходят учиться в групповые тренинги. Не зря люди ищут себе тренировок по спорту, наставников. Потому что вместе все происходит гораздо эффективнее. Вы можете найти сотни причин, по которым пока что не время. Сейчас не могу. А можете найти одну единственную, которая заставит вас встать с дивана и наконец-то строить жизнь своей мечты. А если вы хотите понять, какая жизнь вашей мечты, обязательно приходите ко мне на марафон «Рерайтер жизни», в котором мы с вами учимся, как устроен наш мир, как устроен наш мозг, как мы притягиваем в свою жизнь все то, что происходит, как управлять этим процессом. И, конечно же, создаем дизайн-проект в своей жизни в виде книги настоящей, которую мы пишем про себя. Не про то, что с нами происходит, а про то, какую жизнь мы хотим, визуализируем это в своей голове и учимся притягивать ее к себе. Я очень надеюсь, что этот год станет для вас годом прорыва. Годом, когда вы оторвете свои попы с дивана и начнете действовать. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои видео. И до скорых встреч!